Здравствуйте, с вами Фрейммессер и игра Принц Персии 2008 года! Это круто! Поэтому сейчас я себя чувствую не так плохо, как обычно. Вы можете, так сказать, это понять сразу, по моему голосу. Так, кстати, я... У меня всё время такое чувство, что микрофон как-то слишком высоко стоит, но... Прикол в том, что если я смотрю на себя как-то там в зеркало, например, или типа того, то я понимаю, что микрофон стоит правильно. Так что если мне кажется, что он высоко стоит, то это правильно. Во-вторых, я, помните, сделал аватарки, в смысле костюмчики, которые я говорил, что типа вот Вероника такие просила. Но показалось, что я был неправ, что она просила другие. Вы, может быть, это видели в комментариях. Так вот, я, да, я извиняюсь и делаю другие. И поэтому мы летим! И собираем ещё, смотрите, 6-2-2. Между прочим, я же работаю в университете по всякой разной технике. И одна из наших аудиторий, которая, знаете, прям оборудована оборудованием с техникой. Оборудована оборудованием с техникой. Ну, короче, да, которая всячески такая вот, ну, непростая аудитория, с которой... О, боже мой, нет! Нет, я не хочу, блин! Вот меня, конечно, больше всего поражает, когда у него вот перчатка такая большая. Я, наверное, уже говорил, когда её рука проходит сквозь мою руку. Я такой, ну, рука, почему ты проходишь? Эй! Я это что-то делаю не так. Мне, наверное, так надо сделать. Нет, даже не так! Почему? Слушайте, я, 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 я совсем, я ничего не понимаю. Может быть, так? Нет! Это тоже неправильно! Это слишком сложно, а не слишком просто, вы знаете? Если бы это был другой принцип, то я понял бы, что от меня хотят. Но в этом принцип я почему-то не понимаю. Потому что надо так сделать. Нет! Так, ладно, мы больше не будем идти в том направлении, ладно? Извините. Просто я тупой. Я не понимаю, что от меня от меня хотят. Так, знаете что? В действительности, я думаю, сделать страшную вещь. Я думаю, что мы действительно всё-таки пособираем у алхимика вот эти вот, собственно, семянки света, да? Мы пособираем их у алхимика, но я думаю, что, ой-ой-ой, я так же думал, что мы здесь всё-таки будем как-то, ну, не бежать, а падать, ну, ладно. Видимо, нет. Так вот, мы всё-таки это пособираем, но я думаю, сначала я алхимика полностью освобожу. Здесь довольно красиво и без алхимика, да? Ну, и здесь довольно атмосферно с алхимиком. Вы пишите свои мыслишки, как вам эта земля больше нравится, с алхимиком или без? Надеюсь, оно не ядовитое. А также, пожалуйста, пишите, больше всего нравится алхимика или нет. На имею в виду, те, кто это ещё не писал. Я знаю, что очень многие уже писали, что им больше всего нравится именно алхимик. Вот, но просто если у кого-то есть другое мнение, пожалуйста, пишите о нём. Вот. Вот. Ещё, кстати, да, ну, ладно, 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 об этом я не буду говорить. Тут было просто одно мнение, я как раз недавно читал в комментарии, что... О, боже мой. Так, фиг тебе. Эй! А, тебя надо ударить. Это я могу. Последили, как хорошо я умею ударить. Эй, фиг тебе. Мы легко можем тебя добить. Ничтожество. Спасибо. Ты всего лишь у нас пародируешь этого, как его, воина. Но, блин, воина мы давно убили, так что... Так что ты нам не указ. Так. Ну да, мы, наверное, пойдём вон туда. Я думаю, что другого пути у нас нету в жизни. Вот. Поэтому пойдём туда. Да, я думаю, что да, да. Мы сначала здесь всё, так сказать, осветим святой водой, окропим. Ай! Не та! Кнопка, я знаю, что я всё время это говорю. Поверьте, она правда не та. Ай! О, боже мой. А-а-а, чёрт убери. Вы видите, как хорошо на меня действует эта самая... Буквально вчера мы с Лайверой некой виделись. Вот, да. И сегодня не было слишком уж плохих каких-то событий на работе. Один раз я прям дико разозлился. Но, к счастью, это было только один раз, поэтому мне это в глубокое уныние не повергло. Да, и здесь ещё музыка такая хорошая ведь, поэтому... Тоже хорошо, да? А здесь причём ничего особенного не поделаешь, кроме как именно убивать алхимика. Ну, конечно, ещё надо разговаривать с принцессой. Знаете, конечно, посмотрел я недавно небольшое видео по поводу следующего принца, который выходил. По поводу этого, как его... Забытых песков, да, это вечный прикол, который я забываю, как эта игра называется. Она называется «Забытые пески». Как-то очень говорящая, собственно. И поэтому я стал её запоминать. Думаю, а-а, я всё время забываю, как эта игра называется. А, «Забытые пески». То есть, в фильме говорит «Пески», но какие пески? А, «Забытые». Небесная лестница. Уже десять поколений тут не ступала нога человека. Теперь плиты снова зажглись. Готова подняться к звёздным. Сколько раз ты уже говорил эту фразу? Идём. Небесная лестница? Чёрт, небесная лестница — это хорошее место. Я не пойду туда. Потому что небесная лестница — это явно что-то хорошее. А что-то хорошее я хочу, как всегда, оставить на потом. Так о чём это я вообще? Да, выбесил меня там один человек, знаете. Ну так, знаете, просто я жду-ка, а придёт преподаватель. Потому что преподаватель заказал аппаратур. Ну, в том смысле, что у нас такой странный университет, РГГУ, да? В нормальных университетах там как? Там, короче... Ой, она, кстати, небесная лестница. Да, круто. В нормальных университетах там как? Там, короче, есть классы, которые всячески оборудованы. То есть там есть компьютеры, там проектор есть, чтобы преподаватель показывал презентацию. Или проверял презентацию, которую ему должны показать студенты. Ну да, студенты бывают, чьи... Выступают перед преподавателем. Есть такая чушь. Так вот, у нас такие классы тоже есть. А у нас их где-то... Ну, по крайней мере, в главном здании РГГУ, да? Я знаю, что РГГУ ещё делится на кучу разных филиалов, да? Внутри Москвы. Ох, ё. Соберусь, соберусь, не бойся. Так. Это, по-моему, значит, что нужно... Да, 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 совершенно верно. Ну, это прекрасно. Это, кстати, странная тварь. Он, ё-моё, он, 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 кстати, похож на... Такую тварь. Я даже, честно говоря, не помню. А, я помню, где я её видел. Я её видел в игре Джерика. В игре Джерика, точно. Там ходили эти... Не помню, как они называются. И они, короче... Они, короче, взрываются, когда подходят. Вот это очень опасные двари. Да. Вот. Так вот. В РГГУ там, короче, да, там есть несколько вот этих вот, собственно, классов, которые оборудованы соответствующим образом. Там и то, правда, зачастую нихрена не работает. И когда что-то там не работает, то зачастую я помогаю людям, которые, собственно, не знают, что с этим делать. Правда, иногда это заключается в том, что, ну... Ну, как бы вам сказать, ну, например, не работает монитор. Надо на кнопку нажать включение. Да. Или не работает монитор, но надо нажать на кнопку включения, но она не нажимается. Ну, просто... Ну, почему-то... Кто-то, наверное, дергал монитор, и поэтому там слегка подвытащен провод питания. Ну, значит, провод питания-то уже не так тупо, как с кнопкой согласен. Тут уже можно нормально вызывать мастера. Согласен. Ну, так вот. У нас этих классов... Дайте подумаю. Может быть, двадцать? Не уверен. Грубо говоря, в районе двадцати. Ещё также есть потоковые аудитории, такие большие, которые тоже оборудованы. Их оборудовано... Раз... Два... Три... Бон, три! А, во все... И-и-и-и-и-и... В общем, суть в том, что этого недостаточно. Очень многим преподавателям нужно ещё больше золота, то есть ещё больше оборудования. И оно им зачастую нужно в самых разных классах. Ну, на самом деле, это вот все сети классов, которые я сказал, это не все оборудованные классы в РГГУ, потому что есть ещё много классов, которые оборудованы, но оборудованы не нами, а кем-то ещё. Ну, например, у некоторых факультетов есть своё личное оборудование, которое не относится, так сказать... Ой, ну, не сюда, извините. Так, не, я вот сюда хочу. Куда мне нужно идти, если я хочу вот не туда, а туда. Ага, понятно. Понятно. Ну, да, это... Тамя, что всё, всё какое-то розовое, мне явно не туда. А, кстати, я излечил её вертушку, это прикольно. А... Ну, так вот. И... Кроме того, что я занимаюсь, собственно, вот этими, которые я уже... О, боже мой, что серьёзно? Да... Я, кстати, не думал, что это злая такая вещь. Не тебя ждите. Мы также занимаемся тем, что в разной аудитории приносим оборудование на вынос. В том смысле, что где-то его нету, а мы такие вот берём и приносим на ноутбук, например, и проект. Вот. Ну, я вам это уже тысячу раз рассказывал, просто ввожу вас ещё раз в курс дела. Эй! Есть кто-нибудь? Думаешь, надо орать во всеглотку, что мы идём? Ну, они были достаточно глупы, чтобы продать свои души, но не настолько, чтобы не знать наших планов. А вот и плита. Очень хорошо. Интересно, имеет ли смысл мне с ней пытаться поговорить до того, как я прыгнул на плиту? Думаю, нет. Думаю, я сначала прыгну на плиту, потом я с ней поговорю. Ну, так вот. И, кстати, чёрт, поверь, довольно красиво, довольно разнообразное место такое. Вон там ещё деревья. Болото мерзкое. Прикольно. Мне нравится. Реально нравится. Мне здесь вообще всё нравится. Вторское место. О-о-о! Здесь ещё что-то крутится. Ё-моё! Ещё останавливается. О, что он мне подсказывает, что мне придётся прыгать по этой хрени, потому что она останавливается. Мда. Вот. Так вот, я сегодня, короче, приношу одному преподавателю собственное оборудование. У нас ещё такая система, знаете, поскольку довольно много этих заказов зачастую бывает, и нам с ними сложно разобраться, то у нас такая система, как бы заявок такая есть. То есть, они нас заранее предупреждают, собственно, что мы должны делать. И мы это делаем. Ну, так вот. К нам сегодня пришла лаборатка, говорит, вот, блин, надо вот туда-то оборудование, заявку я не делала. Нифига. Вот. Но вот надо. Мы такие смотрим, такие, ну, ладно, хорошо. А вы знаете, ещё такая проблема с этими местами без заявок, то есть, с этими темами без заявок, заключается в том, что если так люди делают, это всё зачастую как-то как-то ненадёжно. То есть, ну вот, ну она вот сделала, тем более-то не сам преподаватель был, ещё и лаборант, как-то непонятно. Ну, то есть, бывает такое, что придёшь, а всё фигня, что она что-то ошиблась или что-то в этом духе. Потому что она такая пришла, она просто такая, ну, да, и всё. Вот. И тут я действительно тоже прихожу, уже пара началась. А другая преподаватель пару ведёт. Я думаю, чего, почему? То есть, мне было сказано, что там, типа, мужик должен быть, а там женщина. Вот. И я думаю, чего? Ну, думаю, ладно, но я подожду 15 минут, может, если у него будет. У нас есть такая тема, академическое опоздание. Опоздание, если 15 минут ничего не происходит, то типа, идти нафиг. Вот. Жду. Проходит ровно 15 минут, вот от пары. И, короче, действительно преподаватель приходит и, короче, говорит, ну, чего же вы не ставите-то? А там другая преподаватель. Я говорю, ну, я вас жду, типа, да? Типа, никак вас не дождусь, говорю. Вот. Он говорит, а, ну, я здесь уже, говорит, давно, так что я всё здесь. В общем, мне сложно как-то вам описать. В том смысле, что он так сказал, как это... В общем, преподаватели довольно надменно разговаривающие люди. Такие, типа, знаете, вот, мне вы должны, вообще обслуживающий персонал и всё. Вот это прозвучало как-то так неприятно, так, знаете, потому что я что-то всё никак разобраться не могу. Он здесь, он не здесь. Уже 15 минут его жду. Уже почти что решил уходить. И тоже пришёл, он, не он, это самое. Вот, это самое, вот. И зайти тоже не могу пока другого преподавателя. Суть в том, что вот единственный момент, который меня вот прям сегодня прям раздосадовал. Прямо скажем, я прям такой, ммм, ну что ж ты, что ж ты? Так всё прозвучало, типа, мол, ну, какого-то, не знаю. Я понимаю, что звучит не особенно, но поверьте мне, особенно когда уже нанервничаешься с ними. Это как-то, ну, было мне неприятно, в общем-то. Но я понимаю, что если бы у меня нервы были бы более-менее нормальными, то вряд ли бы я на это жаловался. Короче, извините, извините, что я вам всё это рассказываю. Я просто хотел вам принаписать, собственно, что происходит и что из всего этого есть не слишком хорошего. Я же, похоже, он знал, что мы придём. Что ж, наши судьбы сплелись. Вот чёрт, поэти. Что, уже отдерёмся? Ну, ладно. Так, немножечко перепутал, но не суть. Удивительное дело, я почему-то делаю алхимика налево и направо. Так. А, он просто появляется в другом месте, я понял. А, это он хиляется. О, чёрт! Да, это, блин, нелегко. Ого, что ли, он опять хиляется. Слушай, чё-то я как-то, да, чё-то я, конечно, делал алхимика какое-то время, но, блин, недолго. Погнали! Готово! Ух! 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 ну блин мы близки о-о-о чё афигеть тебе тьма я могу это вылечить только сдержать прелестно и что я вступлю в клуб ахримана только сам ахриман то есть я просто умру плодородная земля исцеление сможет рассеять тьму если я сдержу ее до того времени нам надо спешить черт побери ребят это круто от поговорить мы дождемся пока я умру или предпримем что-нибудь нет мне не он не может говорить оль да понятно ему не доцветских бесед так пути куда мне телека а то есть что-то все 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 плохо и я умираю а понятно а это что за плита явно нет не нужна мне как я выгляжу ну почти что нормально но все равно интересно как вы видите действительно алхимика любить больше всех имеет по всей вести огромный смысл я имею ввиду в смысле интересности происходящего разумеется разумеется не в том смысле что он он большой молодец и и кстати он говорит что я вступлю в клуб ахримана я думал что он имеет ввиду что он вступит в клуб поклонников алхимика забавно а еще значит что был бы заводный если если бы ты был бы не просто так если бы он будет было бы не просто тьма и о чёрт вообще-то прыгнуть хотел мимо нет ними фу а ты чё моё не везет так не везет честность и полете знаете кстати говоря хочу хочу так же сказать вот дополнение к теме на самом деле я хоть и говорю там да там как персоналу там бывает отношение все такое прочее но фишка в том что на самом деле не всегда конечно же конечно же все зависит от людей просто кто-то считает так как кто-то сяк а кто-то например как я считаю что если был только что прикольный вид как когда мы так вот забираемся все 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 вся вот эта вот деревянная тема она очень прикольная а я понял почему останавливается эта крутящаяся фигурина ну можно остаться тут здесь такой вид прекрасно ты готов что идти нафиг да вот значит мало тоже крутящаяся фигурина она кажется еще останавливается кому тянет за эту когда это кольцо это прикольно нам надо идти понятно понятно ты не очень разговорщик сейчас но я на твоем месте тоже был очень разговорщик это вполне естественная реакция блин здесь блин я знаю я все время это горами здесь были чертовски красиво так я все еще не пойду дойти а все понял очень интересно где блин нахожусь потому что я уже заблудился а это тут у дуду 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 так и где я был в последний раз вроде не так далеко и ладно ладно я постараюсь не падать конечно но поймите меня правильно госпожа элика и дело в том что иногда смотришь на происходящее думаешь уже кнопку должен нажать непонятно кстати говоря к слову об играх ой черт увидел глюк это было странно к слову об где мало вообще какого бы то ни было этого ой они вошли друг друга где где мало какого бы то ни было интерфейс и вообще надо прыгать бегать и тому подобное нет напомнил мир усадж кстати и кстати прикольно играет мир усадж он мне очень нравится и с огромным скепсисом отношусь к даже перезапуску а что это ремейка не собираются сделать честно говоря не знаю с огромным сомнением отношусь уже внешний вид который я видел в смысле главной героини меня уже не впечатляет она очень странная там не коры мне гораздо больше она нравилась в оригинале и она была азиаткой это на наш местный мем насчет азиатки так чё-то я не дойду до того места куда мне нужно дойти кстати было правильное предположение что мне кажется вниз как спуститься а понял думал что мы уже скоро придем по крайней мере надеюсь потому что я в какой-то момент уже решил что это очень какой-то будет маленький уровень также как предыдущие два который поместить шашу аж в одном видео но как-то нет пока что уровень процветает ё-моё это махина огромна прикольно кстати именно вот этот эффект что есть крутится это колесо так но если понимали в суде по мерзкой слизи на вниз и кстати таким образом но она откроется вниз на вниз вид на этот самый на на землю хорошую мерзким баллоном нравится мне все-таки иногда полочит и местности они такие бывают страшненькие особенно когда и нелюдимые они какие-то ну по-своему они за это самое да да посмотрим как сработает исцеление она же сработает ну посмотрим сработает не сработает нам наверно еще добить его надо было бы забавно если мне дадут побегать за элику но я знаю что не дадут но был бы интересный ход ведь я проиграл в игру речет и кланк как у какого-то из них вот на playstation 3 выходила может об несколько выходила я не знаю но там в какой-то момент нужно было побегать за кланка и за речета без кланка но здесь конечно приходилось бегать за принца без элики но блин интересно было бы если бы еще пришлось бы за элику без принца я знаю что на playstation 3 есть еще продолжение этой игры которую я в жизни никогда не играл наверное никогда не поиграю и уж точно никогда не запишу потому что у меня хоть есть playstation 3 но записывающего устройства никакого нет ну так вот там выходила эта фигня и вот может быть там можно было бы бегать за элику вот не знаю но в любом случае это было интересно поиграть конечно а уж как красиво она выглядит с этим темным видом что-то пока на него не действует наверно подействует надеюсь ты же стал нормальным альтаиром а не темным получилось тьма отступила рад слышать облегчение в твоем голосе хотя я был уверен что все получится видишь мы меняем судьбу и вообще к чему сейчас было насчет судьбы ну ладно знаешь мы сделаем это думаю мы сможем странно почему-то они совершенно не хотят ни о чем говорить может я просто не поговорил когда мог вряд ли они совершенно не хотят обсуждать это место где вообще находимся как посмотреть ну ка площадка для машин здесь находятся останки машин которые создал алхиных страшных машин с тех пор как он был заточен никто не смог выяснить их предназначение мне бы хотелось чтобы кто-нибудь убрал эти машины и вернул земле покой ну окей да кроме прочего кстати хотел бы заметить поскольку наше видео ну не то что подходит концу но по крайней мере это конец так или иначе близится так вот я хотел бы заметить ну ка что есть у нас интересного или узнаете что вот сегодня то я вам видео показал это я молодец кстати говоря я уже молодец не правда ли ну так вот но поскольку у меня последнее время появилось много другого интересного ну там мы еще с вероникой и играем еще в эту игру как ее знаете путь изгнанника мне пока очень нравится это вот именно такая попал полу онлайн такая очень прикольно по типу diablo 3 но по типу diablo 3 еще потому что все все на сервере происходит то есть просто так не поиграешь но бесплатная и более того в горении какая-то наверняка урезанная версия сейчас появилась не знаю возможно сильно урезана то есть там возможно там никаких особо уровней сложности нету то там к это по бета версии не тестирует но может быть потом или на официалке поиграем точно не знаю насколько знаю это сильно бесплатная игра там по моему мама мало чего можно купить там точно не знаю ну конечно можете это вещи покупать но без них по уму легко легко играть но но не знаю посмотрим вот так что вот интересная тема у меня происходит не вообще как-то погода хорошая он еще в тулу ездил ё-моё упал так что вот как-то так и не всегда еще с работы уходит получается пораньше уйти так что вот не знаю как и следующие видео будет может быть перейду на систему через день а может быть просто я могу записать тогда избежу тип того так думаю мы сразу же пойдем исцелять следующую землю но не исцелим ее видео а как бы начнем этим заниматься и потом уже в следующем видео ай чёрт почему-то не решил что отпрыгивать нужно на кнопку которая отвечает за действия элики была явная ошибка с моей стороны по всей видимости нифига нифига не это так что да мне мне очень понравился если вас интересует экшн-рпг ну по типу дьябла и выходите во что-нибудь такое поиграть то я вам рекомендую по крайней мере попробовать путь изгнанника пас и я теперь как курящий короче нормально произносить ничего не могу меня за действительно все равно плохо с произношением английского несмотря на то что я его типа знаю но но блин все равно с произношением у меня хреновато так вот особенно вот в этих словах которые заканчиваются на звук с типа импайл империя земля или империи земли я точно не знаю вот слово земля которая вот как планета я вообще произносить не умею и подобные слова ну так вот человек говорю путь изгнанника пасов of the exile кажется так то все это полно неважно экзайл да зацените я неоднократно слышал что эта игра действительно классная но я не понимал зачем мне в нее играть и тут вдруг мы с вероникой общаемся по скайпу нужно что-нибудь поиграть будем пробовать мы еще даже может сказать не начали но а о кстати классно что я оставил на потом вот эту вот тему на самом деле перепутал это может быть не 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 эта способность а другая способность какой-то полет там типа того я уже забыл блин что если так же алхимик использует и бег в стенам это клево так что не знаю это там сайте там очень странно там скиллы это не скиллы это какие-то руны которые ты вставляешь в броню и как-то так а а денег нет там 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 какая-то бартерная система что-то ты 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 что-то отдаешь какую-то фигню они тебе что-то куски свитка и что ты составишь их тогда свиток а я из свитки составишь тогда другой свиток на какие-то каблонки с черти дают за заразные вещи непонятно я так и не понял а а а а за уровень получаешь только по так пассивные скиллы и их очень много но но нет статов но она и спасет это очень интересная странная система может быть у игры есть какие-то большие минусы не знаю только не играл но в любом случае она меня очень захватил и очень многие советуют поэтому могу тоже вам посоветовать потому что или покрыми рассказать вам о том что она есть мы могли бы его конечно убить и другим способом удобно когда они этой фигней пользуются смысле как как какими-то силами которые не 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 захватнические силы а вот например вот эти вот силы до их так легко добивать короче он сдох отлично он в какой-то момент даже плюнул мне в лицо вы вы это видели ее мое так слушайте а я уже побегал по этим самым по стенам да нужно нужно о чёрт рыбина это угри там шарится эти управлять угряло попробуйте очень вкусная рыба вау ёма я даже не обратил внимание классно классно да так слушайте где где вы где вы находите кого хрена небесная лестница она ведет в обсерваторию в которой ахуры в течение многих поколений наносили на карту светила звезды вели их по пустыне и дарили надежду но когда надежда умерла астрономы ушли и обсерватория превратилась в еще одну заброшенную башню теперь алхимик снова приспособил ее для своих чудовищных нужд ну я понял да я небесная лестница да я ее я уже заводчик мне здесь находится очень может мне сказать мне оказалось что солдаты люди которых обратил ахриман да но над ними экспериментировал алхимик он снабжал армию ахримана машинами и оружием тьмы в следующий раз предупреждай меня боевых машинах до начала боя у него не было достаточно времени с момента освобождения могло быть хуже когда я упомянул машины я хотел попросить тебя рассказать мне о них алхимик может манипулировать тьмой и заставлять ее выполнять его волю на пике своей мощи он создал из нее машины уничтожавшие все на своем пути теперь я уже не хочу чтобы ты рассказывала про них какой он как бы сказать неоднозначный парень значит город уже стоял было ахриман попытался тебя в первых день день да я понял лишь из-за человеческого скиньте пожалуйста пожалуйста что спасибо так ладно ну чё закончим на угрях что ли прикольно то есть смотрите ву да чем-то не пиошок напомнила но конечно не сказать не совсем пиошок что среднее между биошоком и чем чем-нибудь другим только не знаю током чем ух ёба я я отсюда пришел или нет наверное нет да мне точно сюда надо идти так что нет о чёрт мне надо идти по трубе какой-то страны сломанной да это неожиданно в каком-то смысле вода вы не поймете но илз 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 а-а-а-а пенсайдер я скинул бы вам эту песню но нет это мало смысле ведь хотя давайте послушаем почему бы и нет это это уже было в одном моем видео послушаем это еще раз а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok